Официальный шаг большой коалиции. В Германии начался основной этап переговоров по созданию нового союза консерваторов и социал-демократов в Бундестаге. Этому предшествовали 4 месяца политической неопределенности в самой большой экономике Европы. Теперь немецкие политики намерены максимально ускориться. Мы сосредоточимся на быстром обсуждении. Люди ожидают, что мы направим все силы на формирование правительства. Поэтому я очень оптимистична и настроена на достижение скорейшего результата в этих дискуссиях. И я уверена, что его можно достичь в относительно контролируемые сроки. Переговоры стартовали в пятницу утром со встречи трех партийных лидеров в штаб-квартире ХДС Конрад Аденауэрхаус. Новое правительство должно вернуть Германии свою руководящую роль в Евросоюзе. Германия должна вернуть себе роль крупнейшего и экономически сильного члена ЕС. Учитывая вызовы Китая и Соединенных Штатов, ЕС нуждается в стабильной проевропейской Германии. Позже уже расширенная группа из 15 партийных лидеров собралась для того, чтобы составить дорожную карту переговоров. Все дискуссии проведут в 18 рабочих группах. У нас был хороший старт переговоров. Мы договорились о том, что в следующие выходные, то есть 3-4 февраля, состоится закрытое заседание, на котором переговорщики смогут подвести итоги и завершить обсуждение. Не факт, что все будет именно так, но это желание сегодняшних переговорщиков. Вот что я хочу сказать вам сегодня. Участники переговоров настроены решительно. На все про все они отводят себе 10 дней и намерены уже к следующим выходным прийти к окончательному решению. По самым оптимистичным прогнозам, новое правительство Германия должна получить к Пасхе. Это 8 апреля. Но для этого официальные коллекционные переговоры должны закончить до Масленицы. В 44-летний мужчина погиб при пожаре в Гамбурге. Огонь вспыхнул в одной из квартир трехэтажного дома на улице Бёрнсторфштрассе. Увидев, что из окон на первом этаже валит густой дым, соседи вызвали пожарную бригаду. При этом они сообщили, что из горящей квартиры доносятся крики о помощи. Когда спасатели прибыли по указанному адресу из окон, уже врывался метровый стол пламени. Входная дверь в квартиру была заблокирована, поэтому пожарным пришлось пробираться через окно. В помещении они обнаружили лежащего на полу мужчину, он был уже мертв. Жилище выгорело полностью. Огонь также повредил соседнюю квартиру и фасад дома. Причину пожара еще выясняют. На острове Узидом в районе Бонзин сгорело до тла общежитие. Оно предназначалось для персонала, расположенного рядом отеля. Трое жильцов успели укрыться от огня в безопасном месте. Позже их эвакуировали пожарные. Из пылающего здания также успели спасти собаку. Чтобы погасить огонь, пожарным пришлось пробить большое отверстие в крыше. Восстановлению общежития уже не подлежит. В полиции подозревают, что его подожгли умышленно. Масштабный пожар в нижнесаксонском городе Зарштетт. Там загорелись складские помещения, в которых в частности хранились электроприборы. Огонь распространился на тысячу квадратных метров. При этом в здании обрушилась часть крыши. Для тушения понадобилось пять часов. В операции были задействованы около 240 человек. Один из них госпитализирован с травмой плеча. Осмотреть место происшествия следователи смогут только в понедельник, поскольку часть комплекса под угрозой обвала. Окрестности Парижа превращаются в Венецию. В Сене продолжает подниматься уровень воды. Он уже приблизился к отметке в 6 метров. Во многих городах французской столицы затоплены улицы, подвалы и первые этажи зданий. В 19 департаментах страны объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. Свои дома были вынуждены покинуть сотни человек. Чтобы помочь местным жителям, спасатели пробираются в пострадавшие районы на надувных лодках. Эвакуация продолжается. Власти обратились за помощью к военным. В четверг река Мар на правый приток Сены вышла из берегов и затопила жилые кварталы в городе Вильнёв-Сент-Жорж в 16 километрах к юго-востоку от Парижа. Если вода поднимется еще выше, меня тоже затопит. Я уже два дня на грани, а уровень все растет. Еще чуть-чуть и все, я под водой. Поэтому каждый сантиметр имеет гигантское значение. В самом Париже под водой оказались набережные, целые кварталы, закрыты вокзалы и несколько станций метро. Прекращено речное сообщение. Работа крупных музеев приостановлена. В Лувре закрыт нижний уровень отдела восточных искусств. Сотрудники готовятся к эвакуации экспонатов. По прогнозам синоптиков, пик наводнения придется на выходные. Ожидается, что уровень воды поднимется выше 6 метров. Мэр Парижа Анны Дальга уверяет, что ситуация под контролем, а столица должна адаптироваться к изменениям климата. Заблокированный аэропорт, семь вертолетов и охрана с автоматами. Такие беспрецедентные меры предосторожности предприняли во время визита президента Соединенных Штатов на всемирные комиссии. Экономический форум в швейцарском Давосе. Приезд Дональда Трампа сопровождался суетой и скандалами. Когда американский президент прилетел в Цюрих, там примерно на полчаса полностью остановили работу аэропорта. Дальше глава Белого дома на вертолете в сопровождении воздушного эскорта отправился в Давос. Там на вертолетной площадке, которую охраняли автоматчики, Трампа ждал кортеж из десятка машин. Один из автомобилей из кортежа сбил местного полицейского. Тот успел вовремя отскочить и отделался незначительными повреждениями. Никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало. За прилетом президента Соединенных Штатов наблюдало много людей. Недалеко от места его прибытия на отвесной скале активисты повесили плакат с надписью «Трамп не приветствуется». Ранее акции протеста против Дональда Трампа прошли по всей Швейцарии. В рамках экономического форума в Давосе американский президент провел несколько двухсторонних встреч, в частности с лидерами Великобритании, Израиля, Руанды и Швейцарии. А во время своего выступления в пятницу он заявил, что Соединенные Штаты открыты для сотрудничества и готовы к свободной торговле. Соединенные Штаты готовы вести переговоры со всеми странами о взаимовыгодных двусторонних торговых соглашениях. Это касается и стран-участниц, стран стихоокеанского партнерства. У нас уже есть соглашения с некоторыми из них, мы рассматриваем возможность переговоров и с остальными. Дональд Трамп также заявил об успехах в борьбе с боевиками исламского государства в Сирии и Ираке. По его словам, международная коалиция во главе с Соединенными Штатами вернула почти 100% территории, которую ранее удерживали джихадисты. В то же время Трамп добавил, что борьба с исламским государством еще не завершена. Сразу после своего выступления американский лидер покинул Давос на вертолете. Студенты против Милоша Земана. Пражская молодежь организовала акцию протеста против действующего президента Чехии. В день выборов по всей столице они выбросили картонные фигуры главы государства в мусорные урны. В стране как раз проходит второй тур голосования, и Земан имеет все шансы на победу. Однако молодые люди не хотят видеть скандального 73-летнего политика в кресле главы государства. Поскольку президент Земан ведет себя так, как ведет, мы решили воплотить в жизнь чешскую поговорку, что грязь должна быть в мусорном ведре. Вот почему наш девиз «Милоша в урну». Впрочем, слоган не оригинален. Его позаимствовали из кампании времен бархатной революции 1989-го, когда в мусорных урнах оказались портреты генсека коммунистической партии Милоша Якиша. И вот почти 30 лет спустя, как и тогда, чехи снова надеются на перемены к лучшему. Я думаю, что мы достаточно долго ждали смены президента. И теперь у нас есть шанс, что в нашей стране вернется порядочность. Действующий чешский президент прославился своими скандальными высказываниями, разделившими не только страну, но и всю Европу. А также резкой сменой политических взглядов слева центристских на должности премьера до крайне правых уже в президентском кресле. Население Восточной Европы резко сократится в ближайшие десятилетия. Такой прогноз до 2050 года представили специалисты ООН. В первую тройку по скорости снижения числа жителей вошли Болгария, Латвия и Молдова. Здесь сокращение населения составит от 23 до 19%. Далее в рейтинге Украина, Хорватия, Литва и Румыния с 17-процентным сокращением. А следом Сербия, Польша, а также Венгрия, где население убавится на 15%. Среди факторов, влияющих на демографическую ситуацию, миграция в более богатые и благополучные страны, снижение рождаемости и повышение смертности. Страшная трагедия в Южной Корее. Пожар в больнице города Мирян унес 41 жизнь. Еще 140 человек пострадали. Около 10 в критическом состоянии. Вспыхнуло в приемном покое на первом этаже здания. Нам удалось предотвратить распространение огня на ранней стадии, так что 2, 3, 4 и 5 этажи не пострадали. Спасателям удалось вывезти из здания около 200 человек. Пожар был полностью потушен за несколько часов. Что стало его причиной, пока неизвестно. Туристический автобус снес автомобиль Смарт под Висбаденом. Водитель двухместной машины по неизвестным причинам резко повернул прямо под автобус, ехавшему навстречу. Разбитый Смарт махина протащила еще по трассе метров 50. 41-летний мужчина, управляющий крошечной легковушкой, умер в больнице. Шофер автобуса не пострадал. Цистерна с томатным соусом перевернулась на федеральном шоссе возле Иберлингена. Похожая на кровь масса залила дорогу, вследствие чего ее на длительное время пришлось перекрыть. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы очистить трассу и снова спустить по ней транспорт. Пожарная бригада города Иберлинген долго убирала томатный соус с автострады с помощью различных чистящих средств. Также тремя насосами мы откачали оставшуюся жидкость из попавшего в аварию автомобиля. Водитель цистерны серьезно пострадал он в больнице. Драки и беспорядки во французских супермаркетах. К ним привела акция одной из розничных сетей. Стоимость шоколадной пасты Нутелла снизили на 70%. Это вызвало невероятный ажиотаж среди покупателей. В некоторых магазинах доходило до драк и толкотни с пострадавшими. Особо жаждавшим дешевых сладостей женщинам вырвали клок волос, повредили руку и подбили глаз. Зато все запасы Нутеллы в этой сети супермаркета расхватали за 15 минут. Часы судного дня перевели на 30 секунд вперед. Теперь стрелки хронометра, символизирующего угрозу атомной войны и глобальной катастрофы, находятся за 2 минуты до конца света. Так близко они приближались к точке невозврата только в 1953-м, в разгар холодной войны. Часы судного дня – проект американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», стартовавший в 1947-м. Перевод стрелок в 2018 году связан с ядерными испытаниями в Северной Корее, противостоянием России и США, а также непредсказуемостью американской политики под руководством Дональда Трампа. Опасность ядерной войны – не единственный повод для перевода стрелок. Ведь она возникает в то время, когда теряется доверие к политическим институтам, СМИ, науке и просто фактам. Все это усложняет разрешение реальных проблем, с которыми сталкивается мир. В последний раз часы судного дня переводили назад в 2010-м году, а дальше всего от конца света мир находился в 1991-м. Тогда стрелки показывали 23 часа 43 минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова